На самом же деле о правильности установки дорожных знаков, запрещающих въезд на дорогу, ведущую из Карцева в Новоселке, именно в этом месте можно поспорить. Местные жители обратились в редакцию нашего телеканала со своей проблемой. В начале прошлой недели на этом месте появились знаки, запрещающие передвижение автомобилей по этому участку. А уже 18 августа, после того, как знаки были снесены горожанами, тут появились физические препятствия. Ситуация продолжается до сих пор. Перекрыл ГИБДД, вроде сначала здесь повесили объявление, что выписали предписание администрации города, должны ремонтировать. То есть до, так сказать, до устранения недостатков эта дорога закрыта на данный момент. Многие вот сейчас даже видели газовую службу, подъехала, развернулась, поехали через город. Да, многие машины разворачиваются, другие объезжают эти барьерные ограждения по обочине. Третьим автомобилям просто необходимо попасть на стройку, которая как раз расположена посередине этой дороги, которая так полюбилась местным жителям. Напротив стройки и вовсе находятся артезианские скважины, которые помогают снабжать город питьевой водой. И тем, кто их обслуживает, также придется совершать крутые маневры. И если вокруг этого участка уже не первый день разгораются нешуточные страсти, значит, дорога рязанцам действительно нужна. Это самый близкий путь, чтобы попасть в Новоселки. В Новоселке, вот, здесь близкий самый путь, ну, 2 километра. Альтернативная дорога такая же, 6,5 километров через Вишневку. Можете посмотреть ее состояние, оно нисколько не лучше этого. Жители удивлены. Если это все-таки ремонт, то почему закрыли именно эту дорогу? Ведь через Вишневку путь ощутимо выглядит хуже. Дорога в некоторых местах практически отсутствует. Автомобили подпрыгивают на кочках, на медленной скорости убивают свои подвески. Едва не врезаясь друг в друга от нехватки места. Здесь же на этом участке ходит и общественный транспорт. По словам местных жителей, путь тернист. И если ехать по этой дороге на протяжении 6 километров, то приходится тратить на полчаса больше, чем по той, которая уже стала родной для местных жителей. Очевидно, что здесь покрытие дороги намного лучше. Сейчас, чтобы понять ситуацию до конца, по каким же причинам перегородили эту дорогу и запретили въезд на нее, мы ждем комментарии от администрации города. В ближайшее время мы более развернуто обсудим эту тему.